всем привет дорогие друзья с вами снова джек шепард мы продолжаем играть карьеру за лиц united сегодня новый день сегодня мы будем играть против мадридского атлетика в лиге европы на оли оливер торрес у нас как раз за атлетико играл но играл не так много играл не в основе поэтому настроить чершев как это не очень ну блин он неплохо тащил последний матч 54 знаю вырастет не ну не скорость рывков безумная и разгон так где 18 лет ну не знаю был бы у него скилл дедим 65 18 лет было бы классно так защитник так а как как выбрать чтобы видимо отсюда никогда не посмотреть то лучше вот это да но я уже вижу что ты лару лучше защитник давайте его закинем если что сюда наверное место кинга на этом матче без него справимся так ну что ж ну и чтобы запись не тормозила как обычно будем с вами в общем скипнем вот этот предматчивает все дело и начнем уже сам матч и так атлетико мадридский против лиц юнайт ну а пока мы на первом месте у нас 6 очков два матча две победы мы в качестве лидера группу встречаемся с атлетико как мне кажется ну и сейчас будет борьба идти только за то кто выйдет с первого места потому что а я думаю что и я и атлетику выйдем из группы а с кем мы будем пассивным потом это мы решим наверное сегодняшний матч и в следующем который будет у нас дома в ответном так черышев мяч пропустил но здесь white неплохо черышев быстрый пас снова черышев можно пробить здесь но нет он как-то так под замедлился немножко алькао мадридском атлетико здесь все еще но на самом деле он буквально вчера вот пришло известие о том что он перешел в монако абсолютно не понимаю зачем но да ладно монако в принципе многие-то не знают но клуб с большой историей в лиге чемпионов играли они и очень много высококлассных игроков ну на зачатке своей карьеры играли там так что тут проблем нет но то что клуб только-только вышел из первой лиги и не знаю получится ли у них так сходу прямо лига чемпионов попасть без таким состав то наверное да пусть там жало маутине не купили ой вот это вот это момент сейчас был а по моему там до родригеса что ли спорту плюс рикарду карвали ну понятно что с карвали далеко в лиге чемпионов вы не уедете в том состоянии возрасте в котором он сейчас но защитник довольно таки хороший на первой сезон я думаю как раз хватит джатсон смотрите что придумал вот так вот мячик забрасывал за спинга у меня немножко заложил заложен нос но я не думаю что тонко помешает это мне вот немножко мешает ну да ладно у нас ты мальчик против атлетика фалькаузи за мяч поборолся и отвоевал для своей команды постин не точный базы с диего который из вольтбурга и перешел в атлетико фанфран уран не так это тетая хорошо сама ура хорошо так навеса диего я помню когда играл за борусью то диего нам с вольтбургом своим проблем много доставлял бывали момент это он курт жалцом подключился к атаке об этом обратно жалцом вы посмотрите что на фланге утворяет пас неплохой вперед там битым курт но защитники мяч выбили в аут пока довольно таки ровный матч назад отдает черешу white центр нужно сейчас пораскатывать пораскатывать оборону соперника торрес но сотвори же чудо против бывшей команды покажи им что зря они тебя продали ой вот опасная атака заброс white умница жацин подождем маленькая куда что-нибудь убежать вот так вот между ног мяч прокинем черешев нет слишком слишком сильно дьего и вот и пока у мяч ушел в аут в последнее время много просьб поступало начать карьеру за мадридский реал но я уже писал комментарий к одной серии что если я начну играть за мадридский реал то помимо того что я в первом же сезоне выигрываю все что только возможно я еще и больше половина состава распродам куплю хороших игроков ну то есть тех которые мне больше нравится и которых я больше вижу в футболке реала команда станет еще сильнее раза в три поэтому это будет просто неинтересно хотя я уже давным-давно за реал не играл на карьеру последний сильный клуб вообще за который я играл и на записи да вот был манчестер юнайтед да и все я уже давным-давно в карьеры не играю были моменты когда он только начинал фифу играть за многие клубы пробовал интересно было на сейчас тоже как-то приелась ну ждем 14 фифу на xbox one там вроде как именно уровень картинки должен быть очень-очень хорошим не знаю будет ли это на самом деле или это все броню для того чтобы консоль побольше продать не знаю white бьет слева я вратарь ты не смеется не успел спасти это по-моему как раз забыл его фамилию ну-ка давайте посмотрим вот здесь пробил он паренек который зачастую да кертис или куртуа а нет нет кертис какой куртис это фильм было куртуа типа куртуа по-моему с опасной вынести не отдали пробить да неужели пенальти как так арбитр алис зарабатывает пенальти если бы не фалькао мяча ну и что игра рукой разве была да была игра рукой адриан тут налетел на лиса то что то это окей да так фалькао хорн хорн фалькао не угадали мы по центру пробил фалькао точно под перекладину 10 пользу мадридского атлетика ну я говорю 10 потому что не хозяева поля если бы я забил я бы сказал 0 1 просто без шансов ходи по центру но это без шансов лис не получилось у него с мячом остаться но вот заброс я думаю здесь пирс все решит лис ну давай кадлиц давай 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 ну 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 нет вроде бежал вроде бы старался ничего не получилось в итоге это очень печально чершев ах тер под люка постин это может быть неплохо торрес у ее мне нужен повтор не абсолютно точно нужен повтор здесь диего с пасом ошибся кадлиц мяч выкатывает оливер торрес или оливер торрес кому как угодно посмотрите да закручивал как раз от голки пир а ах могло это вести нам но нет ладно пирс головой фан фран против нее чершев в чершев мяч попадает но там в руку до игра рукой была в этом меч не у нас ой фалька о хорн умница великолепная игра вега нет 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 так вот а легко и прост вообще без проблем торрес пытался мяч на право переси не получилось вот уже атлетико в атаке ответ на нарушение правил было со стороны уайт ну что ж ты так торрес торрес теперь можно перевод на лево вот такой совершить чершев давай давай диего тебе не догонит ну бей ох точно ноги защитник ой упал здесь от номер атлетико но нарушение правил не было или все таки было все таки было да арбитр приостановил встречу уайт спалил но чтобы было делать пытался мяч сыграть домкорт на уайта бежит бежит он прострел нужен ну же нет он сам сам решит нет но ударцы сил уже не хватило вот так вот левозащитник у нас прорвался я думаю как раз раз он играет так активно он очень быстро устанет этого молодого левозащитника я наверно выпущу на концовочку второго тайма может быть даже не только на концовочку в общем побольше времени скорее всего дам ему чершев ой ой умница ой 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 красавчик просто ребята играют очень хорошо сегодня чершев погодите что там было во первых давайте посмотрим на эту атаку пас пас от торреса ну нет вот здесь был пас торрес там был бетонку бетонку от кадлиц вроде бы уже ушел все потерян нет пас на чершева тут обрабатывает бьет но там судья просвистел что-то было а это желтая карточка хван франу итак свисток на перерыв давайте делать замены так арсенал тут 30 динамо москва московская динамо обыгрывает кстати арсенал подписал жулио сезар дал кипер нам на два года интересно вот так white ну давайте давайте вообще тэйлор посмотрю как он я бафе мне прям так хочется давать ему шанс чтобы он тут бегал по флангу то распредустал ну вообще очень-очень энергозатратный футбол у нас всегда плюс сезон сложный пример лига лига европы вот так вот мы из чемпионшипа выползли и сразу в такие турниры сильные и кстати я совершенно забыл ту маленькую деталь то что победитель кубка англии попадает в лигу европы и попадает лигу европы даже участник потому как манчестер сити в лиге чемпионов и так участвует а раз мы не выиграли то мы попадаем в лигу европы что надо сказать очень хорошо опасный момент был вот я тут и удивился думал как так мы турнир не выиграли а потому что смысл манчестер сити путевка в лигу европы если они чемпионов поэтому нам вот так вот повезло выкатывает мяч под ударостину справа пробил железащитник а адриан ледриан не знаю как родригес да как так то здесь ну держать нужно фалькао а ребята вы куда смотрите вообще смотри фалькао как он тут оказался один вид забил бы хорошо что промазал что делал тейлор вообще непонятно где центральные защитники были не кто не кроет фалькао мы играем против атлетики никто не кроет фалькао это это шедеврально жаться тоже устал куда вот он бегает остин забей дааааа хо хо вот это комбинация кадлиц и остин 1 1 хорошо отыгрались ребятки ну кадлиц просто шедевральнейший пас отдал защитник здесь не понял что делать а остин взял да пробил итак капитан забивает этот мяч и вот счет уже и равный 1 1 правда перед этим был момент фалькао очень многопроцентный я бы сказал он не забил Лис вперед налево такой вот заброс ну я просто не хотел в защитнику попадать поэтому решил забросить мяч по низу не отдавать а в итоге вот оно как все опасно получается то вынести мяч ребята ну нет мы даем бить Рауль Гарсио вместо Тиото выходит Лис направо Абафеми у него скорость безумная поэтому я сейчас ему дам пас и он побежит и он побежит и он прострелит и головой нет Кадлис ну чуть-чуть бы сильнее тебе пробить ох хорошо пас Абафеми ну забивай нет Куртура спасает Жанцен добежал молодец хорошо ну и что это за пас глаз ватерпазм рука рука была арбитр месье арбитр давайте будем свистеть руки в обе стороны да пожалуйста навесы вот там опять фалькао прыгает ватерпазм разгоняем атаку ну что это за пас так нужно кое-кого поменять и это Джатсон он устал кофе вместо него как хорошо что у меня есть такой игрок фактически равноценная замена и это это очень хорошо когда есть равноценные замены а не так как было у меня в первом сезоне что я вместо игрока хорошего выпускаю очень слабенького ну не может просто вытянуть тот объем работы сделать который делал для него игрок основы об афеме ну кстати он неплох довольно таки Торрес вот решил пробить сразу здесь может мяч даже докадрится доберется нет нет остин машины правил не было Родригес 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 вот такой вот пас налево от об афеме не получилось достать его до партнера но атлетика пока разгоняют что ж 15 минут остается играть нам игра довольно таки равная местами то мы то атлетику вырываемся вот так вот на оперативный простор начинаем атаковать по активнее что опять было лис желтая за что простите хочу знать за что желтая лису на поле да 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 за это все понятно габи вместо турана все время хочу сказать тюрам лилиан хорош отбор был мне почему то казалось что лис же по моему как раз пенальти заработал какой хороший отбор был лис по моему пенальти заработал мне казалось что у него уже есть желтый я уже думал это красный но нет теперь нужно мне на правом фланге защиты быть очень осторожным там игрок на желтый висит бафеми контроль мяча получишь с одной скоростью далеко не убежишь ну то есть убежишь далеко но что то потом же делать надо после того как убежишь ой ой хорошо битенкурт ну как сейчас он не попал Торрес так все сделал и битенкурта вы посмотрите как он отмеча отстранил защитника здесь убрал миранду ну забей в пустые фактически в итоге 1 на 1 1 фалькао 5 ударов по нашим воротам нести уже успел абофеми абофеми нет кофе хорошо выкатил ну почему Торрес не побежал возможно потому что уже почти весь матч отбегал давайте ребята ошибайтесь можно было здесь получше посадать никто не торопил кофе а нет это был битенкурт давай давай вперед нет расстрел не точно ну что последние 1-2 атаки битенкурт битенкурт мяч шел на эти последние минуты я судя по всему буду бегать за игроками атлетиков в попытках отобрать мяч он тоже и отобрал хорошо ну-ка 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 заброс абофеми ну что это за обработка мяч как от дерева отскочил как от дерева отскочил как от дерева отскочил блист и мяч попадает абофеми прострел и нет защитника попали ну ладно ладно хорошо это угловой кофе навесит головой ух остин ну ладно 1-1 это тоже очень неплохо я бы даже сказал очень хорошо особенно в гости андинамо влетела арсенала 0-5 хух ну ладно предложение тренера сборной болгарии нет спасибо так а у нас матч против КПР походу я вам покажу забиты мячи и опасные моменты так что через пару секунд увидимся 0-1 0-1 нам забили мяч вообще довольно таки сложный матч получается КПР очень и очень неплохо атакуют плюс у меня пары основных игроков нет я решил дать им отдых ну и вот пожалуйста 0-1 Алтидор открывает счет матча 0-2 вот так вот просто 1-2 Абафеми сразу же забил хорошо хух ну ладно хоть в раздевалку забили один мячик спокойнее будет немножко потому что все таки 0-2 проиграть но вот здесь посмотрите обработка мяча замечательная удар один мяч отыграли 1-3 Джибериси с ценом забивает я не знаю что происходит почему меня так легко забивают почему я ничего сделать не могу ну вот например вот сейчас да казалось бы у них такой какой-то безумный прессинг так везет при отборе мяча ну я не знаю просто вот моменты мим бород ладно надеюсь что смогу забить ну что ж мы атакуем атакуем секундами ранее было отличный момент у Кадлица сейчас вот Эльхадж Дюх пробил очень опасно но к сожалению мяча пока нет я не знаю будет ли осталось 6 минут но будем держать кулачки за меня надеюсь затолкнули затолкнули 1 Абафеми хорошо 2-3 пак здесь пробежал пас на Кадлица отдал тут пробил в голкипера и Абафеми смог забить давайте концовочком покажу может быть все таки есть еще шанс давайте ребятки еще один мячик и ничья будет я так не хочу здесь очки и да джебрисе в атаке лис и все финальный свисток поражение с счетом 2-3 обидно Абафеми кстати дубль сделал секунду обидно суще да капец проиграли прыгну вот мы теперь и на пятом месте уже да следующий матч с волками и потом еще там в лиге Европы матч но это уже все следующая серия большое спасибо вам за просмотр подписывайтесь и комментируй ставьте пальцы вверх с вами был джек шепард и счастливо КОНЕЮТСЯ